привет мои творческие друзья сегодня у нас мобильная обработка и долгожданное видео в этом коротеньком уроке мы научимся с вами создавать лужу отражение в ней и вы увидите как это легко и просто работать мы с вами будем в двух программах в lightroom и snapseed и там и там мы будем использовать бесплатный контент друзья фотография с которой я буду сегодня работать будет находиться по ссылочке под видео вы можете скачать ее и обрабатывать вместе со мной по водной части в общем то все и давайте теперь приступим к обработке итак у меня есть вот такой вот замечательный снимок он меня уже открыт и обработан в lightroom на этом снимке достаточно интересная композиция но у меня не устраивает вот это вот пустое место на брусчатке такое ощущение что здесь чего-то не хватает какая-то пустота которую необходимо чем-то заполнить и заполнили ее отражением создав лужу на цветокоррекции в lightroom и подробно останавливаться не будем таких видео на канале уже предостаточно поэтому единственное действие которое мы с вами сейчас сделаем это пройдем в обрезку кликнем вертикальное отображение кликнем галочку кликнем рогатку и сохраним изображение на устройстве теперь открываем программу snapseed кликаем плюс добавляем сначала наше обычное изображение идем в инструменты находим двойную экспозицию внизу нажимаем на иконку галерея с плюсиком и добавляем зеркальную фотографию теперь подгоним изображение чтобы это смотрелось естественно и красиво я буду создавать отражение зданий мотоцикл у меня останется вне лужи теперь давайте нажмем на капельку сделаем чуть-чуть посильнее непрозрачность кликаем галочку теперь ведем палец вверх нажимаем на слои посмотреть изменения двойная экспозиция выбираем кисть кликаем на треугольник шариком сделаем таким образом обратную маску и при значении двойной экспозиции 0 кисточкой уберем все ненужное оставим только имитацию лужи сейчас я покажу где я ее хочу отобразить лужи не может быть ровный круглый но она конечно может такая быть но так она будет смотреться немного неестественно поэтому я вам советую делать ее такую немного с рваными кривыми краями и лишнее почистить нужно смотрите чтобы изображение у вас не появилась над изображением лужи так ну и впереди я немного оставлю немного брусчатки так будет смотреться мне кажется красивее водосточную решетку уберем на ней уже быть не должно отлично мы с вами получили замечательное красивое изображение нам не хватает только одного когда вода попадает на асфальт на землю на брусчатку то это место всегда становится темнее и теперь давайте мы придадим наши лужи больше естественности кликаем галочку двигаем палец вверх влево нажимаем стрелку идем инструменты идем в кривые нажимаем на шарик смотрим чтобы был инструмент освещенность прогибаем кривую немного вниз кликаем галочку ведем палец вверх нажимаем слои посмотреть изменения нажимаем на синий слой кривые выбираем кисть нажимаем на реверс смотрим чтобы изображение было светлое кривые выбираем значение 100 и теперь слегка пройдемся по контуру лужи там где она граничит с суши вот таким вот образом можно также сделать немного неровно законы физики никто не отменял и мы их нарушать не будем тоже и теперь давайте сделаем то же самое только внутри нашего темного контура таким образом мы сравняем участке и наша уже будет смотреться естественнее теперь смотрим друзья какое изображение у нас было без лужи какое стало с лужей и согласитесь такая композиция намного интереснее теперь информации на фотографии достаточно для того чтобы ее хотелось рассматривать снова и снова кликаем галочку ведем палец вверх влево нажимаем на стрелку и нам осталось только эту фотографию сохранить на этом друзья все но впереди нас ждет еще много очень чего интересного и полезного поэтому не забудь подписаться именно так не пропустишь новый нужный для тебя видосик пиши комментарии ставь лайки меня это мотивирует делать ролики как можно чаще есть ты впервые на моем канале то загляни в телеграм-канал там тебя ждет подарок из моих лучших и любимых 12 пресетов и абсолютно всех я приглашаю в чат telegram для живого общения обсуждения и знакомства не забудь посетить мой инстаграм я там тоже делюсь советами по обработке фотографий и выглатываю свои лучшие работы и эксперименты над пресетами и те настроечки те пресеты которые набирают самые высокие рейтинги становятся сюжетом очередного видео поэтому твоя активность влияет на мой видео контент все ссылочки находятся в описании творческих кадров вам друзья красивых фотографий всем пока и до новых встреч до новых встреч